всем доброго времени суток я приветствую вас на канале от татьяны с любовью продолжается масленица и мы все еще печем наши блинчики нужно что-то оригинальное красивое потому что уже третий день наелись но нужно проявить фантазию интерес я вам предлагаю шоколадные блинчики виде треугольничка поверьте это очень вкусно сейчас расскажу и покажу поехали у нас опять солнышко я надеюсь что меня видно не как в прошлый раз вот сейчас значит что мы сделаем здесь у меня два яйца сюда в яйца я отправляю две столовые ложки сахарного песка все это дело перемешиваю и сюда же отправляют 300 миллилитров тепленького молочка все хорошо перемешаем между собой и будем соединять сухие ингредиенты здесь у меня 150 граммов муки высшего сорта конечно одна чайная ложка с горкой разрыхлителя кстати разрыхлитель у меня свой если вам нужно то вы мне напишите в комментариях я вам сниму видео как я делаю разрыхлитель сама сюда же отправляем надо вообще какао для этого рецепта но у меня какая порошка просто нет вот ну нет сегодня в наличии я взяла какао напиток я взяла 5 столовых ложек вот таких вот если какая порошок нормально использовать то надо две с половиной ложки этого будет достаточно ну вот кстати и посмотрим получится что-нибудь с какао напитком у нас или нет потому что вообще с какао напитком я делаю первый раз все сухие ингредиенты мы перемешиваем между собой нужно конечно было еще добавить например тертый шоколад он кстати у меня есть я не знаю как он себя поведет на сковородке поэтому я уже вот не стала сейчас мы сюда в два приема вот так вот потихонечку вмешиваем наши сухие ингредиенты в жидкие до до однородной массы такой и сюда отправляем 40 граммов растительного масла выпекать мы будем на сухой сковородке такие блинчики вот смотрите какое тесто у нас получилось вот такое вот сейчас она у нас немножко постоит а мы займемся начинкой для начинки я взяла 250 граммов творога он у меня творог ну такой зернистый простой и 5 процентный поэтому я его сейчас на блендере сделаю мягкую массу вот так вот блендером я его видите сделала творог такой мягонький и сейчас я сюда добавлю сгущенное молоко вот так вот ложку хорошую наверное даже так вот две ложечки и все это размешаю добавлю сюда немножко ванилинчика для вкуса тем наша начиночка готова осталась сахарная пудра у нас будет для украшения и немножко вишни у меня свежемороженая своя вишня без косточек а сейчас будем выпекать наши блинчики так мы разогреваем сковородку ставим ее на минимальный огонь ну если вот у вас вам электрическая примерно на двоечку не на самый минимум у меня вот такая поварюшечка небольшая вот я ее даже чуть-чуть не полную беру вот так вот и выливаю на середину так и вот так вот пусть будет кружочек все мы его ничего не делаем с ним как растекутся сейчас так и растекутся вот приблизительно такого размера он у нас получится я подержу чуть-чуть у меня немного наклон туда чтобы ровненький был и видите сейчас начи начинает у нас пузырится я надеюсь что сегодня хорошо у меня снимает вот начинает пузыриться сейчас на медленно вот на таком огне мы дожидаем когда сверху у нас вот это все все запекаться то есть такой будет не липнущие к рукам я вам все покажу потихоньку сейчас пусть пока запекается на медленном огне видите какие пузырики пошли сверху так все и должно быть я уже вам показывала приблизительно точно так же мы делали марокканские блинчики я ссылку сверху сверху вам оставлю очень тоже кстати вкусненькие ну вот сейчас попробуем вот такие тоже очень вкусно получается замечательно вот блинчик должен выглядеть вот таким вот образом видите вот он видите я трогаю а он не липнет к рукам вот так вот блинчик у нас готов мы его сейчас снимаем и кладем вот так я подстелила и вот на 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 это будем выкладывать такой немножко промазала ничего почему подстелила потому что блинчики мы будем выкладывать все рядышком у нас они не должны соприкасаться друг с другом иначе они слипнутся все вот сейчас еще выпекаем и вот так вот будем выпекать все наши блинчики вот я напекла там еще есть но то что нельзя и друг на друга складки вот так вот их и сложила что мы делаем берем тарелочку кладем сюда наш блинчик и кладем сюда нашу начинку начинку девочки мальчики можете делать любую я показал показывает бюджетный вариант вы как хотите можете белки взбитые сделать потом вот так вот мы защипываем видите вот так они прекрасно защипываются вот получился у нас такой треугольничек хорошо держит форму видите и сюда вот так вот на тарелочку буду складывать опять беру следующий и можно вот я вот еще буду делать сейчас вам просто покажу открыла с моим вот таким вот вишневую вишня в желе я вам тут вчера показывала выкладывала мне очень нравится просто вот это варенье поэтому я вот сделаю еще и с ним опять же защипываем вот так вот треугольничком пальчиками аккуратненько здесь то есть сделаем треугольничек вот так ну и вот так разными начинками заполняем наши треугольнички вот смотрите какая красота получилась вот здесь вот просто с вишенкой с вишней в желе которая вот так вот сделала а эти я посыпала сахарной пудрой чтобы было видно что эти треугольнички у меня с кремом посмотрите как красиво очень быстро и дешево приятного всем аппетита посмотрите какая красота сделали очень быстро получилось очень очень красиво а детки как будут в восторге это вообще начинку можете полет положить туда любую совершенно такая у вас есть и хоть сбитые сливки хоть сбитые белки ну все что угодно у любое варенье это вообще как бы ваша фантазия на что хватит то туда и положите посмотрите да ой это очень очень вкусно порадуйте своих родных и близких если вам понравился рецепт то ставьте лайки не забывайте нажимать на колокольчик чтобы быть в курсе последних событий а я как всегда желаю вам всего самого хорошего и доброго еще раз вас масленицей с вами была ваша татьяна пока пока